Форт Александр Ай, колыбель мировой военной микробиологии. Основный вклад в развитие бактериологических исследований в России внес принц Александр Петрович Альдинбургский, в то время исполнявший обязанности председателя высочайшей утвержденной комиссии о мерах предупреждения и борьбы с чумной заразой. Первоначальные работы по теме шли в Санкт-Петербурге на базе ветеринарной лаборатории Императорского института экспериментальной медицины, ИЭМ. Вообще, интерес к направлению появился после знаменитых исследований Роберта Коха, который уже к началу 90-х годов века разработал очень неэффективные методы и приемы работы с бактериями в условиях лабораторий. Также актуальности добавили вспышки легочной формы чумы в станице Ветлянской в 1878 году, в таджикском кишлаке Анзоп в 1899 году и в Таловском округе внутренней Киргизской Орды среди местного населения в 1900 году. Чумная комиссия, или Камочиум, со временем переехала Форт Александр-1 близ Кронштадта, в котором были гораздо более высокий уровень биологической безопасности. Полное официальное наименование Островной биологической лаборатории звучало так. Особая лаборатория Императорского института экспериментальной медицины по заготовлению противобубонно-чумных препаратов в Форте Александр-1. Хотя Форт был выведен из штата военного ведомства и из состава оборонительных сооружений, многие сотрудники носили мундиры. Стоит отметить, что даже по современным меркам ученые микробиологии и инженеры очень неплохо подготовили Форт к работе с возбудителями чумы, оспы и холеры. Все стоки тщательно обеззараживались кипячением при температуре 120 градусов. Рабочие помещения Форта делились на два подразделения, заразное и незаразное. В качестве подопытных животных использовали обезьян, лошадей, кроликов, крыс, морских свинок и даже северных оленей. Но ключевые экспериментальные работы шли с лошадями, которых в конюшнях было до 16 особей. Был даже предусмотрен специальный лифт для животных, на котором их опускали во внутренний двор на выгу. В заразном отделении после смерти подопытных животных в кремационной печь сжигалось все, от трупов до навоза. Между сушей и фортом курсировал специальный пароход с знаковым именем «Микроб». В общей сложности в течение четверти века работы в лабораториях Форта Александр Ай, было произведено несколько десятков миллионов флаконов сыворотки и вакцин от стрептококковой инфекции, столбника, скорлатины, стафилокока, тифа, чумы и холеры. Ключевой темой исследований в Форте стало моделирование механизмов заражения во время вспышек легочной чумы. Однако мировая и отечественная наука в деле моделирования столь сложных и опасных процессов делала первые шаги, поэтому без трагедии не обошлось. В 1904 году скончался Владислав Иванович Торченович Вышникович, заведующий чумной лабораторией. В своей книге кандидат биологических наук Супатнецкий Михаил Васильевич, заместитель главного редактора журнала «Вестник войск и РХБ защиты», приводит выводы специальной комиссии, разбиравшейся в причинах гибели ученого. Владислав Иванович Торченович Вышникович занимался с 28 по 31 декабря 1903 года опытами по заражению животных распыленными культурами и участвовал в приготовлении чумного токсина путем растирания тел чумных микробов, замороженных жидким воздухом. В итоге возбудители чумы проникли в дыхательные пути у ученого и вызвали тяжелое течение болезни с летальным исходом. Второй жертвой заражения легочной формой чумы стал доктор Мануил Федорович Шрибер, промучившийся перед смертью в феврале 1907 года долгих три дня. Доктор Мануил Федорович Шрибер, умерший от чумной пневмонии в форте Александр Ай. Крематорий для сжигания чумных трупов. Форт Александр Ай. В 1905 году исследовательскую эстафету аэрозольного инфицирования чумой принял В. И. ГОС, который пытался использовать для этого сухую чумную пыль. Сотрудник особой лаборатории разработал специальный прибор для инфицирования морских свинок специальным мелкодисперсным аэрозолем возбудителя чумы. Всего дело в том, что при нанесении на слизистые оболочки носа возбудители чумы свинки не заражались, поэтому пришлось уменьшить частицы аэрозоля с бактериями. В приборе доставка возбудителя к глубоким отделам дыхательной системы подопытных животных осуществлялась с помощью мелкодисперсных брызг чумной бульонной культуры. Дисперсность можно было варьировать. Для этого ГОС предусмотрел регулятор давления воздуха, подаваемого на сопло распылителя. В итоге возбудители чумы попадали непосредственно в альвеолы легких, вызывая сильное воспаление, а затем заражение. Прибор В. И. ГОСа для инфицирования лабораторных животных мелкодисперсным аэрозолем возбудителя чумы. Прибор состоял из двух частей. Один – из распылителя паролейн, употреблявшегося в те годы врачами для ингаляции лекарственных растворов. ГОСу этот аппарат служил для распыления чумных культур. Два – из особой приемной камеры, приспособленной им к аппарату паролейн, в которую поступали аэрозольные частицы и фиксировалась голова животного. Приемная камера состояла из стеклянного цилиндра, или простой колбочки Эрлин Мейера без дна. На одном конце которого надет резиновый колпачок с отверстием, плотно обхватывавшим трубку аппарата паролейн, из которой поступал в цилиндра аэрозоль, влажная пыль. Другой конец цилиндра плотно закрыт резиновой пробкой, через которую проходили две стеклянные трубки, одна из них, один – изогнутая, с расширением, в котором помещалась гигроскопическая вата, служила предохранительным клапаном для выхода избытка воздуха, нагнетаемого баллоном. Другая – три – отводила мельчайшую влажную пыль в воронку, четыре – соединенную с трубкой, три – короткой резиновой трубкой, пять. Широкая часть воронки закрывалась резиновым колпачком, плотно обхватывавшим воронку. В середине колпачка сделано отверстие, шесть, через которое просовывался конец морды животного, причем резина плотно обхватывала морду. Голова животного крепко фиксировалась в станке и, кроме того, воронка прикреплялась к голове шнурками, семь, семь. Чтобы лучше обеспечить изоляцию между воронкой и наружным воздухом, голова животного обкладывалась слоем ваты. Аппарат «Ай» фиксировался в штативе и вместе с животным обволакивался мокрой марлей, сложенной в несколько слоев. Распыление продолжалось в течение пять мин. После этого аппарат оставлялся в покое в течение пять минут, чтобы все капельки успели осесть на стенках аппарата. Затем воронка осторожно освобождалась от головы животного, и аппарат поступал в стерилизацию. Голова животного обмывалась раствором сулемы, и животное помещалось в клеткульной пути. Так вызывались заражения и летальный исход. По книге Супатницкого М. В. Биологическая война. Ведение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений. Монография. Полученные ГАСом данные по инфицированию животных показали полную невозможность заражения таким способом человека в природных условиях. Подтверждением этого стал вспышка чумы в Манчжурии спустя три года после публикации доклада ГОСа. После вскрытия 70 трупов выяснилось, что легочная форма чумы развивается не из альвеол, а из миндалин, слизистой трахеи и бронхов. При этом в легкие чума проникала не напрямую, а через кровоток. В итоге выводы ГОСа оказались на тот момент неверными, так как они не смогли объяснить механизм распространения чумы во время вспышки в Манчжурии, и о достижениях ученого из форта Александр. Забыли. Контагиозная модель заражения, базирующаяся на принципе прикоснулся заболел, главенствовала в те времена, и прогрессивные идеи русского ученого оказались не удел. Однако к идеям ГОСа об использовании мелкодисперсного аэрозоля возбудителя болезней вернутся гораздо позже и в конце 40-х годов века. И это будет работа совсем не из разряда гуманистических. Научные наработки российского форта Александра Ай лягут в основу ингаляционного инфицирования человека в рамках разработки биологического оружия. По материалам, Супатнецкий М. В. Биологическая война. Ведение в эпидемиологию искусственных эпидемических процессов и биологических поражений. Монография. 2013. Соколов Н. Химическая война. Минск. 1924. Супатнецкий М. В. Супатнецкая НС. Очерки истории Чумы. 2006. Николаев Н. И. Чума. 1968. Супатнецкий.ру. Masterrock.livejournal.com. Сэмюправлени.ру.